Приветствую вас, и, конечно, вам хочется помочь. Конечно, вам хочется, скажем так, подсобить с решением вашей проблемы. Но, к сожалению, не совсем понятно, в чем именно она, то есть проблема заключается в вашей. То есть, если вы пишете о том, что у вас отношения резко с молодым человеком завершились, вот, то я, конечно, понимаю, что это очень тяжело для вас и очень болезненно. Я прекрасно отдаю себе в этом отсчет. Но поймите правильно, что ваша проблема может иметь достаточно много аспектов, которые нам неизвестны. Например, по какой причине расставание с молодым человеком повлияло на вас так сильно? Так сильно, что вы часто плачете и уже год, значит, не можете выйти из депрессии. Что именно изменилось с уходом молодого человека от вас? Что именно изменилось с уходом мужчины от вас, когда вы его потеряли? Что именно вы потеряли для себя, когда ваш парень принял решение уйти от вас уже? Да. Вот. Важно ли это? Да. Очень важно. Очень важно понять, какие сферы вашей психики, какие потребности ваши были затронуты благодаря этому эпизоду, благодаря этой ситуации и так далее. только так мы сможем понять, что с вами произошло и чем мы можем вам помочь. То есть, что грубо говоря мы можем для вас сделать. Вот. Дальше. По депрессии. Значит, если вы не ставили себе сами диагноз, ну, в том смысле, что если диагноза у вас нет, то говорить о том, что у вас депрессия, ну, на мой взгляд, нельзя. На мой взгляд. Потому что депрессия это диагноз, который ставит врач, психо, терапевт, психиатр, клинический психолог. Вот. И назначается лечение в результате этого. То есть, это так работает. Вы не можете взять и сами себе поставить диагноз. Вы не можете взять и сами, сами сказать, что вот у меня депрессия и вот я теперь, соответственно, ну, как бы депрессирую. Вот. Так нельзя. Так это не работает. К сожалению. Если у вас есть подозрение на депрессию, да, то тут еще нужно собрать анамнез. Если у вас есть подозрение на депрессию, то вам нужно обратиться к врачу. И уже вот непосредственно врач решит, есть ли у вас депрессия или нет. И после этого назначат вам соответствующее лечение. В том числе медикаментозное, в том числе и психотерапевтическое. Вот. И вы, соответственно, уже будете получать необходимую помощь. Вот. Причем, причем, что важно, да, вот что важно понять, это то, что не обязательно вам будет предоставлена только помощь медицинского характера, медикаментозного характера. Вот. Вам будет предоставлена помощь, в том числе и психотерапевтического плана. Вот. Ну, другое дело, что это уже несколько вашей ответственности, да. Вот. это уже как бы такая история. Своя. Но, тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Тем не менее, ситуация она вот именно такая, в первую очередь. А, также, вы пишите о том, что плачете. Вы пишите о том, что вас, ну, что вы плачете. А очень интересно было бы изучить этот момент. То есть, вы плачете по какой причине? Вы плачете почему? Вы плачете из-за чего? Вы плачете, значит, потому что что происходит? Какие чувства мотивируют вас на слезы? Вот. Ведь, очевидно же, что, ну, что-то мотивирует вас на то, чтобы плакать. Вот. Вот, в принципе, так вот вам можно ответить на ваш вопрос. Много ли это? То есть, большой ли это ответ? Хороший ли это ответ? Нет. Нехороший. А, все ли это, что можно вам сказать? То есть, ну, все ли это вот, что можно вам порекомендовать в вашей ситуации? Да. Скорее, дальше, нет. Потому что больше вы ничего о себе не рассказали. По сути. Вот. Больше вы о себе ничего не предоставили. Никакой информации о себе больше вы не дали. Вот. И, к сожалению, это так. То есть, если вы хотите проблему решать, да, если вы хотите проблему решать, если вы хотите помощи, то давайте, давайте будем решать. Давайте вы скажете, что конкретно вы хотите. Давайте вы скажете, что конкретно вам нужно. Или хотя бы поделитесь более подробной ситуацией, более подробным описанием того, что, ну, того, что происходит с вами. Вот. с вами то есть будем как бы прорабатывать будем прорабатывать вот эти вот эти ситуации которые с вами появились но это еще раз повторяю это именно работа это это работа это именно работа это не то что можно просто взять и ну и прав к сожалению это работа так давайте вместе с вами вместе с вами поможем вам давайте вместе с вами сделаем вас вас свободны я уверен что вы этого хотите теперь вам нужно значит позволить 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 нам вам нужно позволить нам вам помочь вот вот и все вот и все вот и все вот и все по сути дела но 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 для того чтобы мы могли вам помочь да для того чтобы мы могли что то главное сделать нам нужна ваша ваша обратная связь вот без обратной связи я боюсь я боюсь что сделать что то сделать для вас будет сложно очень потому что нужно непосредственно непосредственно работа с вами нужно непосредственно взаимодействовать с вами понимаете вот так что смотрите 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 сами по ситуации смотрите если вы готовы то мы с радостью вам поможем если вы готовы вот если вы хотите мы поможем вот поэтому поначалу сформируйте для себя сформируйте а что вы потеряли с уходом мужчины да ну конкретно что потеряли с уходом мужчины тут вот он ушел да и что потеряли а что сейчас для вас является наиболее трудно трудным и тяжелым вот то есть по поводу чего вы находитесь вот в этом депрессивном состоянии своем по поводу чего конкретно вы находитесь в этом депрессивном состоянии вот и что вы хотите а также какие мысли вас вот собственно говоря посещают да вот по данному поводу ну по данному вопросу что это мысли у вас вот вот это вот то что нужно будет разобраться с вами нам и тогда вообще будет более понятно какие рекомендации вам можно будет давать вот 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 так вот так пока что я могу сказать эм то что депрессия вот сама по себе да именно вот депрессия сама по себе если это действительно депрессия это всегда подавление своей силы обрыв от чувств вот чувства какие-то были да у вас у вас вот значит ну просто 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 у вас просто были какие-то чувства и вы к ним к этим чувствам эм ну перестали прислушиваться по сути по сути дела вот это называется отрыв вот отрыв от своих чувств в данном случае и именно это нужно восстанавливать то есть именно этот дисбаланс именно этот дисбаланс да вот нужно восстановить ну на мой взгляд по крайней мере вот если предположить да если предположить ну если действительно предположить что у вас может быть депрессия но еще раз повторю пока не будет диагноза да вот четкого пока не будет точного диагноза что у вас вот именно депрессия а не что-то другое а я бы сказал что у вас может быть может быть у вас просто просто депрессивное состояние вот но ни в коем случае не депрессия депрессия это тяжелое заболевание с другой стороны да год вы уже год вы уже так вот себя чувствуете год вы уже так себя ощущаете вот я понимаю что в общем-то это серьезно я понимаю что это тревожный знак ну и соответственно нужно вам задать несколько вопросов вот например по поводу ну по поводу допустим вашего окружения например да то есть как вы вот взаимодействуете взаимодействуете с друзьями вот своими допустим взаимодействуете ли вы с ними да то есть позволяете позволяете ли вы им помочь вам позволяете ли вы как-то вот себя поддерживать и так далее вот то есть это вот такая история которая очень важна очень важна для понимания вашей вашей ситуации вот потому что без этого о чем мы говорим да вот конкретно о чем мы говорим непонятно ну и меня вопрос к вам вот вы описываете свою проблему вы говорите прошу помочь хорошо это здорово что вы хотите помочь нам это отлично скажите скажите пожалуйста пожалуйста какой помощи вы хотите как вы видите помощь в данном случае вам то есть как она вам представляет тот вопрос на который не каждый не каждый человек может ответить не каждый клиент далеко не каждый я вот его задаю да этот вопрос ну неоднократно я задаю этот вопрос но не впервые не впервые скажем так не впервые я его задаю этот вопрос и очень мало людей кто отвечает на но на этот вопрос очень мало потому что люди думают и мне кажется что вы из их числа что мы сами мы психологи да мы сами равно мы все за вас сделаем к сожалению это не так поэтому я готов помогать коллеги готовы тоже помогать вам я более чем в этом вот но нужна ваша активность нужна ваша обратная связь понимаете вот так что подумайте подумайте вот что конкретно вы готовы сделать для себя для себя же хотя бы для себя хотя бы что вы готовы сделать и чтобы ситуацию исправить в которой вы оказались понимаете вот вот это важный аспект это важный аспект который мне кажется нужно прояснить вот понятно о чем идет вещь вы вы поймите что если разрыв с человеком произошел да если вы переживаете разрыв так тяжело вот то значит это хорошо что так случилось то есть здорово что мужчина от вас ушел потому что это означает всего лишь всего лишь что этот человек ну вам не нужен для начала что он вам только вредил его так такая ну его позиция по отношению к вам знаете она вредила вам эта позиция по ряду причин и когда он ушел это вскрыло ваши проблемы знаете это вскрыло именно ваши проблемы это не вскрыло его проблемы да вот это ваши проблемы вскрыло так посмотрите на значит ну посмотрите на свои проблемы посмотрите на это да на это как на свои проблемы то что произошло да смотрите на это как на то на то эээ чего вам не хватает самой да да вот понимаете вот посмотрите на это с такой позиции с такой точки с точки зрения с точки зрения и станет легче когда вы увидите что это ваши проблемы а не проблемы другого человека на этом все я надеюсь что помог вам а если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделать его лучшим если у вас остались вопросы пишите в личку буду рад помочь а я желаю вам всего самого доброго его дальше